МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа День города и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Финал истории. Следователи подвели итог 15-летней борьбы с Турлатовской свалкой. 225 лет солнцу русской поэзии. Юбилей Александра Пушкина. Празднуют 6 июня. Борьба с Турлатовской свалкой продолжалась с 15 лет. И штрафы выписывались, и пытались закрыть полигон через суд. Однако свалка продолжала работать. И вот стало известно, что в настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Подробности далее. В уголовном деле три фигуранта, говорят следователи. Руководитель и два члена организованной группы. Их обвиняют по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшим загрязнение окружающей среды». Помимо этого, двух фигурантов обвиняют в незаконном отмывании денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения. Одного в пособничестве в совершении злостного преступления служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда. Теперь по порядку. Все же уголовное дело это большое и резонансное. Про Турлатовскую свалку знает практически каждый. В результате расследования было установлено, что руководитель и участники организованной группы незаконно получили лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения для деятельности, связанной с обращением с химическими веществами и отходами. Помимо этого, они подали документы в региональное управление Росреестра о незаконном переименовании объектов на территории комплекса гидротехнических сооружений в районе Турлатова в полигоны промышленных и твердых бытовых отходов. А дальше началась работа. С марта 2007 года обвиняемые путем заключения и исполнения договоров, муниципальных и государственных контрактов осуществили накопление, хранение и захоронение химических веществ и отходов в объеме не менее 354 тысяч кубических метров вплоть до 10 октября 2022 года. Желая избежать ответственности, они неоднократно переоформляли право собственности на гидротехнические сооружения, передавая их как между участниками организованной группы, так и между подконтрольными им юридическими и физическими лицами, что позволяло беспрепятственно в течение длительного периода времени незаконно использовать указанные сооружения, осуществляя накопление, хранение и захоронение химических веществ и отходов, в нарушение правил экологического, природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации. Последствия таких преступных действий, говорят следователи, это загрязнение геологических слоев и подземных водоносных горизонтов. При этом создается угроза причинения существенного вреда природе. И пока экологи и местные жители били тревогу, обвиняемые легализовали денег на 5 миллионов рублей. Кроме того, один из обвиняемых в 2020 году заключил с руководителем предприятия, которому принадлежал один из шламонакопителей в районе Турлатова города Рязани, фиктивный договор купли-продажи отходов, имитируя тем самым исполнение решения суда, в соответствии с которым предприятие обязано было в течение трех месяцев освободить территорию от отходов. Уголовное дело в отношении руководителя указанного предприятия, обвиняемого в злостном неисполнении решения суда, ранее направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу. Уголовное дело расследовали совместно. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального Управления экономической безопасности и УФСБ. В ходе предварительного следствия допросы, обыски и выемки договорной и финансово-хозяйственной документации проведены на территориях 12 субъектов Российской Федерации. Назначено и проведено 14 сложных судебных экспертиз. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением окружающей среде, наложен арест на имущество обвиняемых и принадлежащих им юридических лиц на общую сумму больше 1,3 миллиарда рублей. Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Есть устойчивое выражение про зайку и лужайку. И если с первым все понятно, то вот о втором пункте старой присказки именно материальной помощи позаботилось и государство. Далее расскажем о некоторых выплатах, которые получают семьи с детьми. Начнем с выплаты, которую получает каждая семья вне зависимости от уровня дохода. Правда, один раз. Это единовременная выплата при рождении ребенка. Размер пособия с февраля 24 604 рубля. С начала года ее получили почти 2000 рязанских семей. Работающей маме пособие назначается в беззаявительном порядке на основании данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Если в семье работает только папа, то для получения пособия ему нужно предоставить своему работодателю свидетельство о рождении ребенка. Если же оба родителя нетрудоустроены, то оформить заявление на выплату можно на портале госуслуг. Кроме того, подать заявление можно в клиентской службе социального фонда России или МФЦ. Получить выплату могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка. Все сведения для такой выплаты соцфонд получает в рамках межведомственного взаимодействия. Решение о назначении пособия принимают в течение 10 рабочих дней. Выплата поступает еще через 5 после вынесения положительного решения. Другая выплата уже ежемесячная – это единое пособие. В регионе его получают больше 34 тысяч семей. Единое пособие назначается семьям с детьми с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Рязанской области это 13 тысяч 753 рубля. Для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в России. Размер выплаты зависит от доходов и составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума. В Рязанской области это от 6 873 до 13 747 рублей в месяц. Родители могут оформить выплату для каждого ребенка до 17 лет, указав всех детей в одном заявлении. Подать заявление можно на портале госуслуг, лично в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ. Перед тем, как назначить выплату, проходит комплексная оценка нуждаемости. Оцениваются и доходы, и имущества. Кроме того, трудоспособные члены семьи должны или иметь доход или уважительную причину его отсутствия. Лето только началось, а сотрудники ОМВД уже поделились сразу несколькими делами о кражах. Преступления раскрыты, подозреваемые найдены, да и сами дела произошли раньше, однако известно о них стало только сейчас. О том, на что падки рязанские преступники, далее в сюжете. 3 июня в полицию обратилась 22-летняя Рязанка. Говорит, обокрали ее в собственном доме. Дескать, сидела днем в квартире и услышала странный шум в прихожей. Приоткрыла дверь, посмотрела. Оказалось, что в квартире и правда был незнакомец. Некто взял сумочку и скрылся. А в сумочке этой лежали 5000 рублей и золотые сережки. Оказалось, что мужчина попал в квартиру через незапертую дверь. Девушку опросили. По приметам полицейские поняли, что скорее всего подозреваемый, ранее судимый за разбой и кражи 30-летний рязанец. А так как постоянного места жительства у него не было, то ориентировку передали всем наружным патрулям. Они же мужчину и задержали. Оказалось, что ограбление квартиры не единственный подвиг рецидивиста. Вот так сбивчиво мужчина вспоминает недавнее застолье со случайными знакомыми. А как распили, говорит, догнал в коридоре одну из гостей и отобрал у нее около 100 рублей и мобильный телефон. На том поход не закончил. Уже ночью сломал замок на двери торговой палатки, что на интернациональной, и похитил из нее продукты и еще 150 рублей. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальный срок до 7 лет лишения свободы. Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Еще одно уголовное дело о краже из магазинов на окраине полицейские уже раскрыли. В полицию обратилась 54-летняя Рязанка и сообщила, что с прилавка магазина в торговом центре на окраине Рязани, где она работает, пропал смартфон с банковской картой. Возможно, продавец отвлеклась на посетителей и оставила телефон с банковской картой без присмотра. Зломышленник воспользовался этой оплошностью. Оперативники уголовного розыска опросили работников магазина торгового центра и ряд посетителей. Удалось выяснить внешность мужчины, который крутился у прилавка в отсутствии за ним продавца. Полицейские узнали по описанию 33-летнего жителя Рязани, которого неоднократно судили за хищение и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Ну а дальше практически кино. Подозреваемый пытался продать краденый телефон. Полицейские мужчину задержали. Дальше больше. Как следствие началось, мужчина от правоохранительных органов скрылся. Его объявили в федеральный розыск. А попался он снова на продаже украденного телефона. Здесь уже оперативники задержали, так сказать, наверняка. Уже в ходе допроса поняли, что ситуация стандартная. 33-летний рязанец пристрастился к употреблению. Денег не хватало, вот и решил воровать. Обходил торговые центры и ждал момента, когда сумка или телефон останется без присмотра. Сейчас мужчина под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража. Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы». Рецидивист в Сасово пошел и того дальше. Украл целый сейф с деньгами. В полицию обратился руководитель организации, расположенной в городе Сасово. И сообщил, что из запертого кабинета на первом этаже здания пропал сейф. Окно помещения было распахнуто. Оперативники уголовного розыска выяснили, что до момента кражи окно было неплотно закрыто. Видимо, злоумышленник взломал окно и через него проник в кабинет и забрал сейф, где хранились 32 тысячи рублей. Полицейские осмотрели кабинет и обнаружили следы, которые в ходе проверки по базам криминалистического учета указали, что в помещении орудовал 43-летний местный житель. Оперативники о криминальных похождениях этого мужчины знали. Там статьи за грабеж, кражу, мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Освободился он пару месяцев назад, его тут же задержали. Оказалось, что мужчина пристрастился к употреблению наркотиков. Вот и искал возможность для кражи. Деньги из сейфа он потратил на наркотики. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье кража. Максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. 6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. Прошло больше двух столетий, а его творчество все так же актуально и гениально. В Рязани есть памятник великому русскому поэту. Расскажем о нем несколько фактов. Парковая скульптура, изображающая великого русского поэта, появилась в сквере у Дворца детского творчества на улице Есенина, дом 46, вероятно, в одно время с открытием самого дворца, то есть в 1957 году. Имеются сведения, что памятник был изготовлен в Ленинграде в художественной мастерской парковых скульптур. В начале 2000-х скульптуры отреставрировали. И 6 июня 2004 года состоялось торжественное открытие памятника. Сегодня, в день рождения поэта, в сквере у памятника немало людей. Можете продолжить? У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Как вообще вы относитесь к Пушкину и как думаете, почему его до сих пор мы так ценим? Ну, если бы я к нему плохо относился, я бы не пришел сегодня, именно сегодняшний день памятника Пушкина. Мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Бурым глою небо кроет. Вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Днем и ночи кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, идет налево, сказки говорит. Молодец. А есть ли у вас любимое что-то из Пушкина? Может быть, сказка какая-то? С Русланой Людмилой. Вот, например, отрывок из Евгения Онегина. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог. Зима крестьянин торжествуя на дровнях. Его лошадка с ней почувствует, как... С него только душа идет, в сожалению. В 2010 году, 6 июня, выбрали для нового праздника – Дня русского языка. Не случайно. Ведь Пушкин считается создателем современного литературного русского языка. Перечислять произведения Александра Сергеевича нет смысла. Они знакомы любому человеку, живущему в России или говорящему по-русски. К 225-летию Александра Сергеевича Пушкина в художественном музее открылась выставка «Пушкиняна» Анатолия Зыкова. Выполнена в разных техниках и примечательно отличным от шаблона, видением судьбы и творчества национального гения. Литография и живопись 19 произведений Пушкиняна Анатолия Зыкова показывают нам солнце русской поэзии в совершенно разных ракурсах. Так в экспозиции соседствует беззаботный мальчик с измученным и замкнутым юношей. Причем, несмотря на то, что талант Анатолия Зыкова сложился в пору сурового стиля, где превалировали укрупненные формы, художник смог предложить свою собственную пластическую интерпретацию облика поэта. Но при таких, казалось бы, скромных масштабах она довольно полно представляет нам Александра Сергеевича Пушкина. Ведь Пушкин, с одной стороны, тема неисчерпаемая и открытая для всех, с другой стороны, требующая большой смелости и ответственности от человека, который за нее берется. Анатолий Иванович Зыков как раз отличается большой ответственностью подхода к фигуре национального гения. Анатолия Зыкова интересует не только биография солнца русской поэзии, но и его творчество. Впрочем, у Пушкина сложно отделить одно от другого, особенно если речь идет о лирике. Ведь каждое стихотворение Александра Сергеевича – это буквально отражение его внутреннего мира, которые формировали штормы событий в судьбе поэта. Будучи поклонником Пушкина с детства, Анатолий Зыков все же отдавал предпочтение именно поздним стихам автора. Дело в том, что, ну как мы все, Анатолий Иванович встретился с Пушкиным первый раз, еще, наверное, не умея читать. И как он сам писал в своих текстах, первую половину жизни я прожил с убеждением, что о Пушкине я все знаю. Когда взрослым человеком берешься за, казалось бы, давно знакомые программные, пройденные в школе стихи, то вдруг обнаруживаешь в них совершенно другой взрослый смысл. И Зыкову интересует прежде всего вот этот взрослый Пушкин. Собственно, как я уже сказала, сам-то он к Пушкину пришел на склоне уже своих лет человеком с опытом житейских переживаний, житейских испытаний. В непростой действительности 90-х годов прошлого века в стихах позднего Пушкина Анатолий Зыков видел поддержку и утешение. В своих заметках художник с восторгом писал, Вот чем нам дорог Пушкин – сопротивляемостью, жизнелюбием, надеждой, светом. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. К настоящему часу с вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова